МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22-летний водитель Ауди практически не пострадал. В машине сработала подушка безопасности. По данным ГИБДД, парень управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По нашим данным, в ту ночь в ходе операции контроль трезвости дежурный экипаж ДПС заметил машину с неоднократным водителем на пересечении проспекта Победа и улицы 15 лет Октября. Услышав звуковые сигналы и требования остановиться, водитель Ауди прибавил скорость. Пересечение проспекта Победы и Волоколамского проспекта Ауди прошла на красный сигнал светофора со скоростью 138 км в час. До смертельного финиша оставалось не более километра. Состояние водителя Ауди можно назвать одним расхожим выражением – вхлам. Как выяснилось, в Тверь парень приехал из Клина и накануне вечером с другом отметил в одной из пятейных столиц Верхнего Ужья окончание университета. На автодороге Тверь рождественная 1 мая «Газель» столкнулась с автомобилем «ВАЗ». Водитель отечественной легковушки скончался на месте. Пострадали пассажиры «Газели» мужчина 78-го и женщина 2008-го годов рождения. Пострадавшие доставлены в Киморскую ЦРБ. Собранные первым отделом по расследованию особо важного дела регионального следственного комитета доказательства признаны судом, достаточными для вынесения обвинительного приговора мужчине, обвиняемого в убийстве пожилой женщины. Об этом жестоком преступлении мы рассказывали в патрульной службе. 14 января прошлого года в Бежицке мужчина три раза ударил пенсионерку ножом. Похитил у потерпевшей сумку, в которой находились мобильник и кошелек с деньгами. От полученных ран пожилая женщина скончалась в больнице. Следователями и криминалистами на месте происшествия обнаружен нож – орудие убийства. С рукоятки ножа выделено ДНК неизвестного мужчины. Одновременно с сотрудниками полиции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 44-летний житель Бежицкого района, имеющий внешнее сходство с нападавшим. У данного лица получены образцы ДНК, по которым произведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, показавшая идентичность ДНК данного мужчины и ДНК обнаружен в народе преступления, в связи с чем лицо задержано сотрудниками следственного комитета и полиции в одном из населенных пунктов Бежицкого района. С учетом мнения государственного обвинителя, фигурант признан виновным в совершении преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительный вид наказания – один год ограничения свободы.